Всем привет друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании СМ. Корабль Марк Граф. Новинка у нас идет под номером С-017. Данный корабль Марк Граф это немецкий дреддноут, третий из четырех линейных кораблей типа Кёнинг, германских и имперских УМС, участвовавших в Первой мировой войне. У данного корабля был достаточно большой боевой путь и были повреждения и были еще бои, то есть такой достаточно длинный боевой путь, но судьба постигла его такая, что его затопили после подписания договора. Своя же команда его затопила и это единственный по-моему из кораблей, который так и не поднимали, он так и покоится на дне моря. Ну и давайте друзья приступим к нашему обзору. Как всегда у нас красочный боксад, коробка из плотного картона. Модель у нас в 700 масштабе. Один пакет спитниками и инструкция. Инструкция у компании А7, как всегда теперь она выполнена в виде журнала формата А4. На первом листе у нас показано технических характеристики корабля и используемые краски. Давайте я вам покажу, которые будут необходимы при окраске данной модели. Так, тут у нас декали. Также это у нас здесь есть две таблички. Они идут на подставку, которая идет в наборе с названием корабля. Такие две таблички и декали. Ну и давайте приступим к обзору. Первое, что мы видим, это обзор ледников. То есть тут у нас показывается красным цветом выделяются детали, которые не используются при постройке модели. Инструкция у компании А7 на всех ее последних моделях выполнена всегда достаточно подробно и, как правило, каких-либо проблем возникать не должно при постройке модели. Как вы видите, инструкция выполнена подробно. Каждая деталь подписана. Варианты окраски здесь указываются также. Детали, как окрашивать нужно. Каждый шаг расписан подробно. Так, тут установка уже. Подходим к концу. Сборка подставки, установка корабля на подставку. Та же, как я вам сказал, на подставке есть два места и есть у нас две таблички, чтобы было видно, какой это у нас корабль. Ну и варианты окраски. Здесь у нас один единственный вариант окраски. Это линейный корабль, 1915 год. Далее, обзор лепеток. У нас один пакет с ледниками. Так, ну и давайте приступим. На что хочу обратить внимание, это первое, есть ледники на данном, присутствуют мелкие детали. Данные детали пролиты хорошо и качественно. Так же имеется, допустим, очень мелкая деталь какая-то, она идет с рифлением. То есть тут ничего не замылено, ничего не испорчено. То есть какое рифление вот есть, оно пролито хорошо. Так же вот такие детали-то в принципе много. Проливка данного литника отличная. Следы толкателя находятся на внутренних частях элементов. Далее, не знаю как правильно это сказать, но низ корпуса, ванного корпуса. Тут у нас все замечательно, толкатели на внутренней части. Далее, деталь, литник у нас с деталями подставки. Толкатель на внутренних частях элементов. Мелкие детали пролиты хорошо. Далее два одинаковых литника, абсолютно одинаковых. Вот, поэтому я сделал обзор одного, так как я думаю, что они идентичны. Так, тут также присутствуют мелкие детали, которые пролиты очень хорошо и качественно. По стыковке, к сожалению, я не знаю как будет, но думаю, что судя по последним моделям компании A7, возникнуть проблем при стыковке не должно толкать или на внутренних частях элементов. Далее, следующий у нас литник, это у нас, ну я так понимаю, это палуба. Палуба сделана с рифлением, с имитацией доски. Также, все здесь замечательно пролито, хорошо и качественно. Толкатель на внутренних частях элементов. Проблем с ними, так что не должно быть. Никаких либо недоливов или других дефектов на данной модели обнаружено не было. Далее, еще у нас одна часть, то есть тут также, тут все абсолютно хорошо и замечательно. Толкатели на внутренней части, здесь все чистенько. Ну вот и, друзья, закончим обзор нашей модели. Модель линейного корабля Марк Граф. Хотел бы сказать, что если вы увлекаетесь масштабом 1,700, то данная модель должна быть обязательно у вас в коллекции. Так как компания Сием выполнила модель в отличном качестве. По стыкуемости, к сожалению, пока я сказать не могу, но, может быть, когда-нибудь я начну собирать флот. И обязательно будут сборки у нас на канале. А так, по первому впечатлению, модель отличная, хорошая, покупайте смело. Всем спасибо, всем пока.